вот дошла очередь и до 2 головы магнитовой то есть я поменял местами сейчас на столе panasonic rx dt 680 а несколько минут ранее я делал видео обзор модернизации panasonic rx сети 990 обе головы магнитовые александра из вышнего волочка так предварительно я скажу расскажу что работала что не работала то есть дисковая часть работала своих штатных режимах fm радио тоже работала были проблемы с обеими кассетными деками левая кассетная дека ну можете посмотреть видеоролик первую часть этих двух магнитов я вот показывал сразу первой части две магнитовые работы и не работы сейчас посмотрим штатные возможности fm-радио ну и так далее так перевожу на левую кассетную деку здесь были проблемы сейчас смотрим воспроизведение в прямом направлении а перевести надо на тейп вот тейп так воспроизведение в прямом направлении поиск по паузе в прямом направлении реверс поиск по паузе в обратном направлении колонки сторонние не от этих магнитов я имею ввиду rx dt 680 и rx сети 990 это я популярно объясняю для будько петро так перевожу в правую кассетную деку крышка правой кассетной деке открывалась трудом но я показывал это сейчас открывается легко так здесь на этой кассетной деке тоже были проблемы с воспроизведением с перемотками сейчас этих проблем нет и так едем дальше воспроизведение в прямом направлении поиск по паузе в прямом направлении в таком направлении Реверс. Поезд по паузе в обратном направлении. Продолжение следует. Ползунки эквалайзера в ноль. Так же как и крутилка Супер Иксбаса тоже в ноль. При поступлении опять же в мои руки рычажок, точнее ползунок 100 Гц, он был сломан. То есть внутри, я когда вскрыл, он был сломан. Просто подпирал какая-то картонка. То есть пытались зафиксировать ее. То есть она не работала. Я Александру по WhatsApp показал, рассказал на видео, что я снимаю с донора с 990 модели ползунок этот и ставлю на его. Он в курсе. Так, перехожу к дисковой части. Так, на тейп. Дисковая часть работала штатно. То есть я в ней ничего не делал, не ковырялся, не калибровал. Все работает штатно. Дисковая часть. Но все равно я покажу. Так, вот он прочел. 15 композиций, 59 минут, 40 секунд. На воспроизведение. Так, показываю для Александра. На паузу поставлю. Показываю для Александра вот 100 герц ползунок, что он работает. Я думаю, слышно изменение звука. Перемотка вперед. Перемотка назад. Следующий трек. Перемотка вперед. Перемотка вперед. следующий трек пауза снимая с паузы ну как вы убедились штатно теперь магнитола точнее голова магнитолы панасоник rx dt 680 полностью работоспособна перехожу к внештатных возможностям я вот в этом виде ролике про rx ct 990 спрашивал в какую крышку я спрятал дисплейчик модуля чтобы было видно из окошка я имею из окошка крышки кассетника здесь хочу спросить у вас какой крышки кассетника я спрятал дисплейчик модуля если там вы видели в левой части в левой крышке то здесь в какой даю вам 4 секунды те кто подумал что в правой крышке кассетника они ошиблись я сделал также в левой крышке кассетника баланс то есть ползунок баланса крайне в левое положение это включение китайской прибуды так ну вот вышел bluetooth ну начну и него с блютуза перевожу на тейп крутилка громкость максимум никакого фона позитивного нет сопряжение я уже делал предварительно с данным телефоном так blue поп включение так смотрим rx dt 680 скобках 5 то есть я уже пятую модернизацию делаю находим тот видеоролик который громкость можно как уменьшить так и увеличить крайне неудобная регулировка крайне вообще невозможно просто спорта спорта вот я нажимаю кнопочку пауза останавливается bluetooth канал с китайской приводы с телефона я имею ввиду продолжаем так отключаю bluetooth так вот на расключение окей так расключение есть так bluetooth здесь я выключаю так пока отключу китайскую приводу для чего а для того чтобы показать вот здесь вот вместо 3.5 миллиметра миниджека миксинг микрофон я моно кстати он был штатно моно я строил стерео 3.5 миллиметра и вот этот миниджек стерео вставляю сюда здесь к выходу 100 телефона его можно слышать фон так и этот же видеоролик что мы по блютуз каналу смотрели я его включу уже по проводному проводной а а а отключаю и вот фон так левый канал правый канал ну и напоследок а кстати вот я хотел сказать вот вот этот ползунок сломанный который был я поставил вот он новый так ну и разворачиваем магнитол включаю китайскую приблуду длинную флешку показывать не буду она уже как бы поднадоела чуток я поставлю вот такую маленькую маленькую флешечку вот такую маленькую вот таким образом и она совершенно не торчит из-за магнитолы обратите внимание разворачиваю так сразу седьмая композиция потому что я это записываю громкость можно как уменьшить никакого фона прозитивного нет так и увеличить я на паузу нажал качество звука ну очень хорошее ребята скажу вам с уверенностью что вот эти колонки ну как говорят деревянные да сами вы как говорится деревянные они из ДСП корпуса колонок выполнены из ДСП отрабатывают значительно лучше своих штатных пластиковых колонок едем дальше можно перематывать вперед можно перематывать назад прямой ввод ну например 22 2 2 если например на флешке будет записано 1234 композиция прочтет достаточно на пульте дистанционного управления нажать 1 2 3 4 поддерживается до 128 гигабайт включительно если выключить дисплейчик модуля то вообще непонятно что встроено там или не встроено это ребята вам привет аутентисты выключаем магнитолу ну как-то так вот 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 Продолжение следует...